А это вот тот самый платок, которым я все время хвастаюсь, который связан в одну нитку, но он, видите, тоже лежит, поэтому пух на нем немножко свалялся. Давайте его тоже попробуем распушить. Ну да, то есть, если задаться целью, смотрите, он такой тоненький. Когда я его связала, он в игольное, в обручальное кольцо, с трудом напролез у меня. Видите, какие тонкие нити, вот в одну нить видно. Вообще, тонюшенько, здесь нет катушки, это чистый пух. Всем привет! Животные, которые вы видели только что, это настоящие улюпинские козы. Вы не смотрите, что они сейчас такие черненькие, лысенькие. На самом деле, они дают вот такой великолепный улюпинский пух. Посмотрите, это начес с моих коз, а это уже напряденная пряжа. Видео нам будут мешать смотреть настоящие бройлеры Куб 500, которые живут у меня в брудере в кухне и мешают нам разговаривать. Я содержу улюпинских коз. Можно сказать, что только для удовольствия. Из пуха улюпинских коз вяжут много чего. Это не то, что вы подумали, это пряжа, на которую я пряла улюпинский пух. Например, вот такие пинетки. То есть, изделия из наших коз отличаются тем, что они толстые и пушистые. Они не похожи на оренбургские платки, которые знают все. Оренбургский платок это вот такая тонкая штучка, которая смотрится вот так шикарно. И в данном случае эти изделия прислали мне из Оренбурга на продажу. Это можно посмотреть на моей странице ВКонтакте. Я же вам хочу рассказать про пух улюпинских коз. Выглядит он немножко по-другому. Из него вяжут более толстые и теплые вещи. Например, вот такие непроданные клубки. Они у меня зависли, можно сказать. И поэтому я думаю, что пришла пора от них избавиться. Кстати говоря, я приду, я умею вязать, но мне некогда. И поэтому я только придумаю. Мне нравится прясть пряжу без нити основы. То есть, вот здесь я напряла на заказ этот чистый пух. Он еще у меня не рассучный. Я сейчас поставлю кусочек видео, которое я делала вчера. Полкилограмма вот этих ниток. Вот на этой скалке, я так думаю, должно быть около 200 грамм пуха. Пух у меня здесь щипанный, не стриженный. То есть, он почти без ости. Тем не менее, все равно в щипанной пухе обязательно попадается ость. Кто не знает, у меня здесь живут цыплята-броллеры в брудере. Я их в ближайшее время отсюда выброшу, чтобы они не чирикали. Но я вам немного неправильно показала клубок. Этот клубок стоит дороже, потому что он на платок. А 350 рублей стоит вот такой пух, напряденный на нитку. Который идет на носке. Вот сами подумайте, сколько здесь пуха и сколько нитей. Я думаю, что, наверное, напополам. Потому что вот здесь, если расковырять, здесь у нас обнаружится нить-основа. Вот она, на которую наложено пуховое блокно. Они попадают в пух. Если их выбирать... Ну, на Оренбургские платки, паутинки, да, кто-то занимается этим делом. Вот у нас в ВКонтакте есть мальчик Ильсур. Он занимается. Я все время лайкаю его работу, потому что это, на самом деле, труд, конечно. Не каждый на это способен. Я точно не способна. Это платье синтетическое. Ему не так сильно липнет. Если бы на мне было одето что-то хэбэ, либо шерсть, либо не дай бог. Ну, что-то такое, что-то прилипает к себе пух. Было бы гораздо хуже. Поэтому я одела такое платье и вот сижу, красуюсь перед вами. Я смотала свой клубок. Давайте положим его на весы. На ощупь, он, конечно, вообще такой шелковистый. Весит он 235 грамм. Как определить, насколько хватит нам этого пуха? Вот тот же самый пух, но клубочек поменьше. Весит 115. Таким образом, все это вместе. 350 грамм. Но как определить, насколько этого хватит? Обычно в пряже пишут метраж. То есть в 50 граммах содержится столько-то метров пряжи. Как нам определить, как измерить собственную пряжу? А это мой пух, который я начесала на своей чесальной машине. И который подготовлен к пределью. То есть это пух не стриженный. Это пух с чесаной, с молоденькой козочки. Называется он у нас поярок. Почему поярок? Потому что у молодых животных пух очень нежный. Понимаете, он тонкий. И раньше из него вязали изделия детям. Шарфы, которые вообще не колются. Варежки. Он не пушится так, как мы привыкли видеть платки. Они такие лохматые, как шкура. Вот этот пух пояроку, он пушится совсем по-другому. Он немножко похож на кролика. И по мягкости также похож. И пушится он таким вот нежным-нежным пушком. Я же хочу вам показать, как можно измерить длину той нити, которую вы напряли. Когда у меня спрашивают, на что хватит моих ниток прядинах. Кстати говоря, вот это тоже пух напрядины без нити основы. То есть его нужно соединять с любой другой нитью. И вот здесь я специально поставила вот эту бобину для машинного вязания. Когда я вяжу носки, я соединяю нить вот с этой серой ниточкой. Но так никто не делает, потому что она слишком тонкая для этого пуха. На продажу так никто не делает. Это невыгодно на самом деле. И вы знаете, не смотрите, что у нее цвет другой. Когда связано изделие, пух пушится. И вот эту нить он забивает. На самом деле то, что сейчас продается, мне нужно купить другую основу. Она такая толстая. Мы все так делают. Ну то есть просто обычной сантиметровой лентой измеряем длину нити, которую мы здесь намотали. Вот так. У меня здесь получилось 71 сантиметр. Это длина сложной в двое пасмы. То есть если бы мы ее разрезали и распрямили вот так в одну линию, у нас бы получилось 142 сантиметра. Теперь берем и считаем, сколько же рядов нитей у нас в этой пасме. Я их уже посчитала. И у меня здесь получилось 388 рядов. Вот видите, они такие тоненькие. Вот так вот разъединяешь каждую ниточку и считаешь ее 388 рядов вот в этой пасме. Теперь кладем ее на весы и завешиваем вес. И у нас здесь получилось 135 грамм. Таким образом, если у нас эта пасма по длине метр 42 сантиметра и в ней 388 рядов, мы умножаем метр 42 на 388, а затем делим на 135 грамм. И мы получаем 408 метров в 100 граммах. Вот такая длина моей нити 408 метров в 100 граммах. И уже исходя из этого, мы можем делать расчет, на какое изделие нам этой нити хватит. Но здесь нужно иметь в виду, что из чистого пуха, а это именно чистый пух, здесь нет никакой нити основы, вязать никто не будет. Потому что к этой пряже обязательно нужно добавить какую-нибудь пряжу компаньон. Для чего? Для крепости, для экономии. Хотя, если вот такой пух напряден хорошо, то вполне можно связать из него даже пуховый платок. Не глядя на то, что он такой тонкий. У меня есть такой пуховый платок, связанный вот именно из одной такой тонкой нити. И он держится, никуда не рвется, потому что я прямо для себя. Пух хороший, длинный, волокнистый. Почему хорош длинный пух? Потому что когда ты его притешь, волокон длинный, они хорошо между собой скручиваются. То есть, понимаете, у них много хорошее сцепление между собой. Если пух короткий, то та часть, которая сцепляется между собой, она коротенькая, маленькая. Из длинного же пуха получается прекрасная, крепкая вот такая нить, даже спрятенная в одну нить. Вот смотрите, давайте ради интереса посмотрим, какая длина пуха. Хотя бы приблизительно. Вот такие волокна. Это чёрстный пух. Сейчас посмотрим. Ну, то есть, здесь сантиметров 10 есть точно. Вот так, два спичечных коробка. Мы можем померить, конечно, это сантиметров ради интереса. Да, где-то 10-12 сантиметров. Но это не значит, что весь этот пух состоит из одних таких длинных волокон. Самый длинный пух у козы на спине. По позвоночнику и со спины нависает на боках, где-то до середины, до низа. Вот такой длинный пух. Также очень длинный пух у козы вот здесь на шее. Здесь он толстый и похож на волосы. Вот когда делают куклам волосы, особенно из белого пуха, берут пух вот здесь именно с шеи. Потому что на шее у козы висит пух вот такими пасмами, очень красивыми. Он такой шелковистый, но он толстый. Раньше его на платки не брали. Но сейчас времена изменились. И сейчас платки вяжут из смешанного пуха. То есть, счесывают пух со спины, из шеи, а также с ног. На ногах пух еще короче, и он кудрявится, и он жесткий. То есть, на теле козы пух по своим свойствам разный. И вот здесь, в данном случае, у меня в этом пакете пух счесанный со всей козы, есть и с ног, и с шеи, и с боков. Моя задача его потом перемешать и спрясть из него вот такую нить. Вот эту нить, как я вам уже сказала, смотрите, вот такая тонкая, я пряла на заказ. Здесь 300 с чем-то грамм. Пошел отход. Пуха на самом деле было полкило. И я думала, что здесь где-то так и хватит. Но, когда я его чесала на чесальной машине, вниз начала выпадать кости. Не глядя на то, что он чесанный, я его не выстригала. По идее, вот тот черный волос, который вы видели на моих козах, он не должен был попасть. И все-таки, когда вычесываешь ческами, все равно вот этот волос попадает. В высококачественных изделиях, особенно в оренбургских паутинках, связанных вручную, не допускается присутствие вот этой ости. В наших изделиях ось попадается. Никто не будет вытаскивать. Это очень трудоемко. Это очень дорого. Я знаю всего одного человека, во всяком случае, который рекламирует свою вот эту деятельность. Он придет, козий пух, и именно вытаскивает вот это все. Это очень трудоемко, очень. Я этим заниматься никогда не буду. И поэтому у меня просто вот такой счесанный пух, вот такой, который теперь нужно расчесать. Видите, он после чесок, вот как я его чесала, вот так выдирала, вот такой вот вид имеет. Видите, такой классный. Пахнет козой, он не стиранный, ничем не обработанный. Я этот запах помню с детства. Друзья, сегодняшнее видео я затеяла исключительно для того, чтобы показать вязальщицам и рукодельницам, как можно измерить длину нити, которую они напряли. Ну, вы поняли. Измеряем длину пасмы, считаем ряды, затем завешиваем. Длину пасмы умножаем на количество рядов и делим на вес. И у нас получается метраж в 100 граммах. Это на самом деле очень просто. Заходите ко мне на страничку ВКонтакте. Ссылка будет под видео. Вот эта пряжа вся продается. Это все напрядано без нити основы. То есть это чистый пух. Сегодня, возможно, я буду рассучивать вот эти клубки, которые я напряла на прялке. Потому что в таком виде их отправлять нельзя. Их нужно рассучить, смотать вот в такие пасмы, постирать. Хотя это даже и не обязательно. Потому что пух достаточно чистый. Рассучивать для чего? Посмотрите, когда мы его пряли, видите, когда нитка будет висеть, она вот так ссыкивается. Я не знаю, как вам показать, чтобы вам было видно. Видите, она скручивается. Но это еще нормально скручивается. Бывает напрядина так круто напрядина, что у нее вообще вот такая вот прям сдвоенная получается нить. Совершенно жутко. Ее обязательно надо разматривать. Ну вот это тоже в нормальном состоянии. Дело в том, что пряжу на нити я покупала. Так, вот мой вчерашний напрядина клубок. Здесь в этом клубочке 235 грамм, по-моему. Вот смотрите. Вот видите. Нет, ну это нормальная скрутка. Но у меня там есть дальше прям покрепче. Его обязательно нужно размотать. Я ищу вам клубок, который обязательно нужно рассучить. Так, ну вот, смотрите. Вот мне попался. Видите, какая сильная скрутка. В таком виде вязать нет. Это нужно разматривать. Это пряла не я. Это я купила для себя на платок. Сейчас я вам покажу ниточку, на которой это все напрядина. Здесь должна быть картошечная нить. До нее не докопаешься. Вот она. Вот она нашла. Видите, тоненькая. Это тоненькая нить. Сейчас так редко кто делает, потому что я знаю, у кого можно вот это брать, а у кого не стоит. На самом деле используется такая конкретная нить синтетика. Где и пуха-то почти нет. Вот здесь, сами видите, просто для крепости. На нитке много пуха. Этот платок будет хорошо пушиться. Хотя сам пушок, вы видите, какой маленький. В смысле, коротенький. Это, конечно, не очень хорошо. Я вам сейчас скажу, почему. Но вот из этих соображений он будет вылезать, вот этот платок. То есть вот такую пряжу, торгатскую, это называется торгатская пряжа, продают у нас на базарах. Но вы не думаете, я прямо раскритиковала эту нить, прям думаете, он весь вылезет. Нет, вылезет не весь. Я когда одевала такой покупной белый платок, под куртку его носить нельзя, потому что он тянется, тянется за вещами. Волосы, вот эти ворсы остаются и на одежде, и на куртке. То есть если платок связан вот из такого пуха, то его носить только вот так, в накидку. То есть снял одежду, накинул платок и куда-нибудь пошел. Для того, чтобы носить такие вещи абсолютно безбоязненно, вам нужен именно вот такой пух, напряденный без основы, и который потом мы соединяем с какой-либо нитью. Вот он не будет вылезать. Друзья, даже не сомневайтесь, что я приду сама. Здесь вас не облакошит. Вот видите, я убираю тот кубок, который я вчера напряла. Полная скалка, вы же слышали, здесь было 200 грамм. И сейчас мы начнем прясть другой пух. Перед этим, конечно, наденем струны. На такой, на деревянной прялке я прясть не умею. Вернее, может быть, я бы смогла, если бы попробовала. Мне такую прялку прислали. Она вот стоит в углу. Дело в том, что при транспортировке... При транспортировке она немного поломалась, она же деревянная. И у меня нет времени склеить. На самом деле нет, потому что я очень занята. У нас же есть еще коровы. И вот это, можно сказать, придение. Это мое увлечение, это мое хобби, которым я занимаюсь в свободное время. Просто для того, чтобы вас повеселить, я сейчас начну прясть другой пух. Вот это именно тот пух, про который я говорила, что это полярк. У меня машина чешет вот такие пасмы. Что я делаю? Можно, конечно, разрывать их так, как вам нравится. Но мне нравится в последнее время делать из них вот такую ленточку. Одежда у меня, конечно, не сильно приспособлена для придения, потому что вот на все, на то, что на мне сейчас одето, нацепляется пух. Поэтому, когда я приду и снимаюсь в стареньком платьице, я это делаю не потому, что мне нечего одеть, а потому что на это платье почти ничего не цепляется, понимаете? Потому что пух, он имеет такое свойство, свойство быть везде. Он везде, когда ты придешь, ну, в общем, он может оказаться в чае, в кофе, в щах, не дай бог, в сыре. И поэтому, когда я вот этим занимаюсь, я полностью переодеваюсь, прежде чем перейти к молоку. Ну, я так думаю, что хватит болтовни. Я вот думаю, чем бы мне накрыть колени для того, чтобы все вот это... Я вот думаю, чем бы мне накрыть колени, чтобы ко мне сейчас ничего не налипло. Быстренько, быстренько, чтобы вам было не скучно, просто попробуем. Я потом могу провести мастер-класс для того, чтобы показать, как все это делается в подробностях. Вот видите, здесь у меня на скалке прицеплена нитка. Просто для того, чтобы начать прядение, чтобы зацепить за нее пух. Здесь педаль электрическая. Так, ну что, начнем. Так, она крутится слишком быстро. Для того, чтобы начать прясть, прялка должна крутиться все-таки помедленнее. Чтобы мы за ней успели накрутить вот на эту ниточку пух. И прялка постоянно пытается как бы отобрать у нас пух, вырвать его из рук. Поэтому здесь держим очень крепко. Все, ниточка привязанная закончилась. Сейчас пошел чистый пух, голый пух, можно сказать. Без нити основы, вы сами все видите. Вот, поехали. Паярок, он совсем другой, я вам уже говорю. В нем нет длинных волокон. Он похож, я даже не знаю, как вам объяснить, на что он похож, его волокна. Ну, на такую вату, что ли. Вот он, он очень нежный на самом деле. У него совсем другие свойства, чем вот у того пуха, который... Чем вот у этого пуха, который со взрослых коз. И все, вот так начали прясть и сидим, медитируем. Я обычно включаю музыку и спокойно занимаюсь вот этими вещами. Очень интересно. Я вам потом сделаю такой мастер-класс по впредению. Я могу прясть и тонкие нити, практически как катушечные, но это очень долго. Потому что, представьте, вот, допустим, перепрясть 100 граммов нити. Одно дело, когда ты пускаешь ее в более толстую нить, и у тебя получается даже вот эти 400 метров на 100 грамм пуха. То есть из 100 граммов пух ты делаешь 400 метров нити. Другое дело, когда ты придешь в два раза тоньше, и ты должен из этих 100 грамм вытянуть нить метражом в 800 метров. То есть ты должен сделать работы в два раза больше. И поэтому такие вещи, я редко за них берусь. Это очень долго, очень тягомотно и дорого стоит. То есть, понимаете, каждое дело, у него есть такая справедливая цена, справедливая стоимость. Начинаем прясть, и все быстренько перепрядаем, но вернее быстренько не получится. Я пробовала, если целый день прясть, причем так, приходить, садиться как на рабочее место, и заниматься придением целый день, за день можно напрясть 150 грамм, не больше. У меня больше никогда не получалось. Дорогие товарищи, я надеюсь, мое предение вас удовлетворило. Мои цыплята начали выпрыгивать почему-то из брудера. Но я живу в деревне, у меня есть и цыплята, и кутята, и собачата. Вот, и они мешают нам смотреть видео. Это бройлеры, они не должны летать, они должны круглосуточно есть, пить и наращивать мышечную массу. Друзья, я снимаю это видео для городских жителей. Вот именно вот этих курочек вы покупаете в магазинах по 120 рублей за килограмм. Вырастают они за 45 дней. Они, как я уже сказала, должны круглосуточно есть, пить и не летать по клетке. Они не могут летать, они должны подойти к кормушке, поесть и спать. Чем можно отличить бройлеры, когда они только вывелись по лапам? У него вот такие мощные лапки. Вот теперь смотрите, какая история получается. Казалось бы, все козы одинаковые, серого цвета. Но тем не менее, оттенок у пуха разный. Вот этот голубоватый, у нас такой очень ценится. А вот этот пух, посмотрите, он с таким коричневым отливом. Причем, знаете, что интересно, я почему вам показываю на улице? Вот этот дома мне не было видно. То есть, когда пух был просто расчесанный, я не видела, что пух разного оттенка. Я его спряла, думала, что это будет одно общее, вот так, одна общая масса. Затем же, когда пасмы постирала и вывесила на улице, уже здесь поняла, что пух, мало того, что он разного оттенка, он разный по тактильным ощущениям, разный. Ну, еще вот так вот у меня получается, что осталось вот это вот все не продано. И теперь я хочу провести эксперимент, раз уж я хозяек такого большого количества пуха. Смотрите, вот это у меня шерсть для машинного вязания. Полушерсть. Это не синтетика. Ну, вернее, как, сейчас чистую шерсть нить не делают, но, тем не менее, это не голая синтетика. Здесь большое содержание шерсти. Я не помню, сколько, потому что брала назад. Этот клубочек я завесила. Это клубок вот с этого как раз пуха, который с коричневым отливом. Весит он 60 грамм. Я сейчас смотаю его вот с этой шерстью, хотя на продажу так не делают, потому что здесь, еще раз говорю, нить для машинного вязания, вы видите, какая она тонкая. На машинное вязание их обычно скручивают в две. Ну, так. То есть машина вяжет в две нити, либо в три, смотря какого класса машина. Для ручного вязания это тоже невыгодно вместе соединять, потому что тонкий пух, тонкая нить. Ну, что можно с такого состава связать? Ну, платок, например. А на носки невыгодно, потому что тонкими спицами нужно вязать. Понимаете? На носки пряжа придется потолще. И тем не менее, мы смешаем и посмотрим, сколько граммов добавится, если к этому пуху присоединить вот такую шерстяную нить. В клубке было 60 грамм. Я сейчас смотаю, мы потом завесим и посмотрим, насколько мы потеряли в деньгах, в весе. Ну, я не знаю, как хотите, назовите. То есть это чистый пух, а это будет уже пух с шерстью. Так, друзья, ну вот смотрите, что у нас получилось. Я просто соединила его, даже не соединила, а смотала вместе вот с этой нитью для машинного вязания. И здесь у нас стало 70 грамм. Ну, то есть, в принципе, добавилось 10 грамм. Это 20% от начального количества нашего пуха. Что осталось сделать? Осталось посмотреть, как он пушится. Для этого я просто сейчас свяжу образец и попробую надрать его щёточкой. Я вам покажу, как. Друзья, ну вот смотрите, вот небольшой образец я связала и бонусом вот ещё из белого пуха. Видите, как он выглядит? Теперь мы его будем пушить. У меня для этой цели есть специальная щётка. Вот она, видите, она даже забита пухом, потому что когда мне нужно что-то распушить, я постоянно ей занимаюсь. То есть, мы вот так вот берём просто образец, либо носок, ну я не знаю, что вы там из пуха связали. И вот так. Почему одёжной щёткой? Ну, потому что это очень удобно. И вот так вот начинаем как бы доставать отсюда ворсинки. Вы сейчас увидите, во что мы превратим наш образец. И удивитесь. Посмотрите, какая прелесть. И самое интересное, что когда это связано не на нитку, оно ничего с нитки не слезет. Я когда вязала белый образец, ну вот прям вот буквально сейчас, есть такое, когда пух напрязен на нитку, что он соскакивает, просто соскальзывает. Пух, он же скользкий. А нитка нет. И, в общем, получается, что пух съезжает с нитки. Вот так. А здесь это нам не грозит. И то, что нитка здесь другого цвета, это видно только тогда, когда образец свежий. Ну, то есть только связан. А потом вот этот пух запушится. И этого, видно, ничего не будет. Не будет. Можно не пушить в процессе носки. Оно само распушится. Но я же хочу вам показать, как будет вести себя пух. Почему это интересно? Ну, потому что интересно всегда, как поведет себя изделие при носке. И поэтому мы сейчас сделаем вид, как будто мы это носили долго-долго. Просто-напросто вот так. Не то, что я его расчесываю, я пытаюсь выдернуть из него вот эти ворсинки. Вот, смотрите. Вот так. Видите, он стал гораздо более пушистый. Образцы пуховые, вообще изделия из пуха не вяжут плотной вязкой. Вот как из обычных ниток. Потому что вот этот ворс, пух, он вылезает и забивает все дырки. И не глядя на то, что изделия из пуха вроде бы как дырявые, они на самом деле очень теплые. Гораздо теплее, чем вот недырявые изделия из других нитей. Шерсть тоже, конечно, теплая, но я считаю, что с пухом ей не сравнится. Ну все. Можно еще, конечно, постараться распушить. Но я думаю, достаточно. То есть вот из этого пуха изделие будет выглядеть вот так. Смотрите. Так как я торопилась. Ой, оно вообще невесомое. Смотрите. Вот здесь выдрала ниточку, надо поаккуратнее. И вот смотрите, сколько здесь. Ну где-то сантиметра два точно торчит ворса. Вот так. Вот такой невесомый образец у нас получился классный. И посмотрите, цвет просто замечательный. Вот как бы вот этот пух, посмотрите, видите, как он поменял свой цвет. А я вам напоминаю, что я мотала вот этот пух. Добавили такую голубоватую нитку. И посмотрите, пух стал вроде как другого цвета. Правда? Сейчас мы то же самое сделаем с белым пухом. Посмотрите, как здорово смотрится вот этот образец беленький, который я тоже только что распушила. Красиво, да? Ну и сейчас напоследок покажу вам платки. Это тот платок, который я покупала. Я его ношу, одеваю. Но вот под куртку его нельзя, потому что пух остается на куртке, на одежде. Вот такой платок. Это наше местное изделие, наши вязки. А это вот тот самый платок, которым я все время хвастаюсь, который связан в одну нитку. Но он, видите, тоже лежит, поэтому пух на нем немножко свалялся. Давайте его тоже попробуем распушить, посмотрим, возможно ли это. Ему, этому платку, 10 лет. Ну да, то есть, если задаться целью... Смотрите, он такой тоненький. Когда я его связала, он в игольное, в это, в обручальное кольцо. С трудом напролез у меня. Видите, какие тонкие нити. Вот в одну нить видно. Вообще, Танюсенька, здесь нет катушки. Это чистый пух. Вот так тоже можно так взять и распушить, распушить, распушить. Ну и все, друзья, всем пока. Если вам понравилось это видео, делитесь им в соцсетях. Пушится. 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 Продолжение следует...